Здравствуйте, с вами Михаил Кирещенко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Продолжаем знакомить вас с людьми, на ком зиждится успех проекта Skyway. Сегодня очередь Романюка Антона Владимировича, главного специалиста по сметной работе управления проектных работ закрытого акционерного общества струнной технологии. Постараемся не очень громко, не очень долго это делать, чтобы не отвлекать коллектив, большой коллектив, который занимается проектированием в первую очередь эко-технопарка. Добрый день, Антон Владимирович. Здравствуйте. Могли бы вы рассказать вкратце о своем пути, что вы оканчивали какой вуз, и какой у вас опыт работы, и что привело вас в проект Skyway? Да, конечно. По специальности я инженер-энергетик, занимался проектированием и строительством электростанций в Республике и в России. Имею опыт работы руководителем проекта по строительству тепловых электростанций. Работал инженером-консультантом. Кроме того, у меня опыт работы и навыки по сметному делу. Работал руководителем отдела сметного в проектном институте государственном. О проекте узнал, можно сказать, случайно от своих знакомых, которые занимаются инвестированием в энергетику. Были между нами дебаты по поводу необходимости инвестировать. Они как раз рассматривают этот проект в качестве приоритетного. Надеюсь, они приняли положительные решения? Да. Это побудило меня изучить глубже эту тему. Я когда ознакомился с материалами сайта, с презентациями, это меня по-хорошему захватило, вдохновило. Я понял, что это один из тех уникальных проектов, которые могут изменить мир. Меня привело в проект то же самое. А какую работу Вы выполняете в рамках проекта Skyway? Когда я начал наводить справки, я узнал, что требуется специалист по сметной работе. И несмотря на то, что это не моя основная специальность, я подал резюме и в итоге был принят на работу как главспец по проекту на сметной работе. Судя по количеству бумаг, которыми Вы обложены, справляетесь с возложенными на Вас обязанностями? Да. Делаю все, что могу, все, что зависит от меня. На основании каких методик Вы ведете свои расчеты? На сегодняшний день наиболее объективной является методика, утвержденная Министерством Строактектуры Республики Беларусь, которая основана на применении стандартизированных расценок и ценников на работы и материалы. Естественно, эти расценки и ценники корректируются в соответствии с проектными данными, с проектными показателями. И поскольку в основе всех расчетов лежит строительная проектная документация, по которой непосредственно производится работа на стройплощадке, то на сегодня это является наиболее объективным и грамотным методом определения стоимости работ. По крайней мере, более объективного пока не существует. Ну, метод прекрасен, но если некорректны данные, которые используются при самом лучшем методе, то расчет все равно кажется неверным. Какие данные лежат в основе Ваших расчетов, хотелось бы узнать? Данные, разработанные инженерами, проектировщиками, конструкторами, результаты и материалы строительного проекта, по которым непосредственно уже осуществляется строительство объекта на площадке. То есть максимально объективные, насколько возможны данные. А насколько она объективна, максимально? Ну, погрешность составляет по результатам от пяти до восьми процентов по оценкам аналогов строительства промышленных и энергетических объектов. А Ваша работа сложная? С какими трудностями Вам приходится сталкиваться? Ну, вообще, поскольку объект является уникальным, то возникают сложности иногда связанные с нестандартными решениями проектировщиков, с их оценкой, поскольку каждый нестандартно подходит, требует времени, требует усилий, но это и хорошо и привлекает, потому что позволяет развиваться и вырабатывать какие-то новые приемы, методики и совершенствовать свою деятельность и улучшать продукт, который я выпускаю. А какие факторы, которые связаны с разработкой проекта, влияют на стоимость строительства? Могли бы Вы рассказать? Ну, в основном, в рамках процесса проектирования на стоимость являются, в первую очередь, решения проектные, решения проектировщиков, материалы, оборудование, которое закладывается, и, во вторую очередь, приемы применения сметной методики. То есть, грубо говоря, посчитать тоже можно по разным методикам, с применением тех или иных расценок, и это будет чувствительно влиять на результат расчетов. Поэтому мы работаем в команде со всеми проектировщиками, с руководителями нашими, и стараемся сообща максимально оптимизировать стоимость, чтобы получить наиболее дешевый продукт приемлемых качеств и характеристик. А находят ли отражение перспективы развития струнных технологий в Вашей сегодняшней работе? Конечно. Поскольку цель – это выход и завоевание мировых рынков транспортных, мы уже сейчас, на стадии строительства демонстрационного объекта, готовимся к перспективе, разрабатываем унифицированные показатели, унифицированные технико-экономические расчеты, которые позволят участвовать в международных торгах и выходить на мировой транспортный рынок. И производим апробацию этих показателей уже сейчас на объекте, в котором ведется строительство. То есть мы готовы с Вашей помощью посчитать стоимость строительства любого объекта в любой стране мира, правильно ли я подвожу итог нашей беседы? Конечно, при наличии проектных решений, соответствующих, безусловно. Спасибо большое, Антон Владимирович, за интересное интервью. Успеха Вам в Вашем нелегком, но таком важном для всех деле. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsv.systems.com. Поддерживайте наш проект и тогда выход вместе с нами, точнее нас, всех вместе на международные рынки на самом высоком уровне. Это только будет дело времени и техники. Строй Skyway, спасай планету! Строй Skyway, спасай планету!